Аварит Москва, Германия полностью разгромлена! Мы привыкли к тому, что цена победы – упорство и профессионализм. Ценой той победы были непосильный труд и голод, тяжелые страдания и смерть неисчислимого множества людей – наших отцов, дедов, прадедов. К такой бездне человеческого горя и страдания можно приближаться только с осторожностью и слушать их героические подвиги. Продолжает свои воспоминания о войне связист Николай Пантелевич Фоменко. 1945 год, город Харбин, Япония. От командира дивизии до командира полка проложил связь с катушкой. Берешь две катушки, вот тоже тяжело, 16 килограмм. Одну катушку 700 метров и вторую. Иначе, чтобы не бежать за катушкой, поэтому две тачишь эти катушки. Е8А аппарат, американский телефонный. Вот, ну, у тебя же винтовка, еще тебе и скатка с тобой, никуда от нее. Это шинель скатанный через плечо. Вот бежишь, связь делаешь, кончился, соединил два провода дальше. Привязываешь каждый, там, 50 метров к чему-нибудь колушку, чтобы случайно не кто-то не стащил связь. Вот так. И у меня, и вот проложил, это было, ну, уже за неделю, наверное, до конца. Вот, обрыв, срочно. Я пока, как, бежишь по кабелю, бежишь, бежишь, и подергиваешь. Мы же через каждые 50 метров привязываем. А когда тянешь, она оборвана. И я подбегаю к кусты, я тяну, тянется провод. Я думаю, елки-палки, я же в кусты не ходил. Я обошел вот тут кусты, я помню это место, да. Почему в кустах? Я осторожненько-то тащил, вытащил. Начал соединять, слышал треск какой-то. Винтовки-то у нас были, не автоматы. У меня винтовка на взводе. Я скачил японец. Мы выстрелили одновременно. Вот. У меня пуля прилетела, вот, несколько дней уха. Горела. И главное, никакого следа на ухе не было. А ухо, ну, как бы обожженное было. Но я его задел. Потом я сразу же... У меня же кабель, связь с дивизией. Я мгновенно крутнул засада. И три автоматчика. Ну, там метров было 400, наверное. Вот. Они ловили вот передо мной. Они напали вот так же на нашего связиста. Он ранил одного. Вот. Вот его заново схватил раненый, держал. А второй пытался добить. И хорошо, пробегали наши два солдата. Добили японцев. Ну, и тут они. Ну, связисты. Они знали, связисты были информированы. Они вот так ловили. Но потом, когда там мальчики пришли по кустам, не скочили, зашли, тряпку окрывальную нашли. Видно, где-то его чем задел. Куда-то. И они... Их, видно, было два. И вниз ушли туда, к себе. Я понял. Ну, вот, в случае вот этого он был. Однажды сказали, что наш солдат во время перестрелки этих двух армий, там попал пуля ему, вроде. Надо ехать к нему, это от Харби на километр, наверное, 70 было так. И вот нас выздоравливающих, меня и там Котика Нечнеев был, солдат тоже. Значит, машина такая медицинская, ГАЗ-2А, помню. У нас майор, врач, сел, владитель, и мы в кузове. Значит, кузов деревянный, два окошка, я слева смотрю, он справа. По автомату у нас появились гранаты, ремонтки. И поехали спасать солдат. И отъехали километров 30 от Харбина, к кузову взорвали мост. Вот, я вот помню, вспышка, ну, в кузове темно, окно только влево. Что вспышка какой-то, какой-то шум. И в одно мгновение я вот последнее чувствовал, когда же упадем. То есть я почувствовал, что мы летим. Не цепляемся никуда, ничего. И вот в мгновение угадали, когда же, когда же земля. И все, значит. С 10 метров мы упали. Машина в дребезь. Ну, везет. Обычно машина, если зажигание не успеет, выключит. Бензин разливается, вспыхивает. Не вспыхнуло. И две гранаты, ремонтки в кармане. Могли детонировать. Не детонировали. Не детонировали. Вот. Я очнулся, меня кто-то тереплет. Я живой, живой кричит. Я начинаю приходить. Ну вот. Открываю глаза. А, пошевелил. Это майор с нами был. Врач. О, живой, слава богу. Слава богу. Что? Я говорю, темно. Язык еще не было раньше. И первое ощущение, лицо чем-то намазано, слиплось. Я не понял, кто же меня намазал чем. Это кровь. Она обрела. Морозец был маленький. Она схватила, как бы и цепленила. Вот. Ну, слава богу, живой. Видишь? А я не пойму. Темно, говорю. Смотри лучше. Я говорю, темно. Не вижу. Но подожди. Он единственный врач. Получил меньше всех. Ушибов от этого падения. И вот это всех нас спасло. Водитель рёбры поломал. У котики, это моего товарища, скальп с него. Ну, где-то так ударился. А мне височная кость переносится, перебида. Не научусь выключать себя. Такие минуты. Ну, вот. Не видишь, не вижу. Он у меня бинт у нас был. Он перерезал мне глаза. Кровь текла. И тут и здесь. И начали выбираться. Автоморужие. Автомат у меня. Смотрите. Кто-то ж нас взорвал. Вон хозы. Выбирались в темноте. Уже потемнело. Короче, там было шофёра рёбра. Ну, и шёл. За руки взялись. Майор впереди нас тянет. Всех потихоньку выпал. Чем кончилась эта самая война в Японии для нас? Это был город Мададзян. Всё. Микадо отдал приказ сдаваться. Тут они строим все. Они дисциплинированные. Пришли сдаваться. В них отбирали оружие. Гоняли на работы какие-то. Японский солдат. Это кончилось. А я попал в Харабин. 9 мая мы вот так же пошли копать окопы. Шли. А там село ещё небольшое перед границей было. Слышим шум, Крим какой-то, не поймём. Подходим. Кончилась война. 9 мая. Ну, окопы. Отбросили. Там население села празднует. И мы там с ними, ну, отметили там хорошо. Отбухал 7 лет в Альмии. Вся молодость ушла. И приехал без специальности, без образования. И вот. Я всё думал, конец. Мне 24 года. Подумал, жизнь уже пройдена. Ну, мне сестра потом. Иди учись. Закончил 9-10 класс в вечерней школе. И поступил в Одесский велико-технический институт связи. Оттуда по направлению в Самару. Для организации телевизионного вещания. В городе Куйбышево. Говорит Москва. Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова